Лерочка, сколько лет, сколько зим! Я так рада тебя снова видеть! Ира, ты посвежала, отдохнула, светишься от счастья. А все дело в отпуске. Я же была в отпуске на море. Море, солнце, арбузы, медузы. А что, было много медуз? Ой, было по-разному. Сначала было очень холодное море. Погода была нелетная. Мы даже не могли нормально погреться на солнышке и покупаться. А как ты знаешь, когда холодное море, там что? Медузы. Да, так бывает на море. Но плюс большой в том субтропического климата, что он переменчивый, погода переменчивая. Да, с утра может быть холодно, а после обеда может быть совершенно жарко. А где ты жила? Забронировала гостиницу или снимала жилье участников? Ой, я думаю, участника снимать жилье очень опасно. Ты же не знаешь, кто это? А вдруг этот Джек-потрошитель придет ночью и порежет своих посетителей? Я забронировала гостиницу и жила там со спокойной душой. Да ладно, ну ты и трусиха. А столько людей путешествует по заграницам и снимают жилье у частных лиц. Никто их на части не порезал. А вдруг, кто знает. А что с питанием? Я заказала гостиницу с обедами. Я не брала завтраки и ужин, потому что я обычно завтракаю легко, ряженка или сырники, творог или молоко. А это все просто купить в магазине. А вечером я люблю красиво одеться, надеть новое платьице и выйти в ресторан, посидеть, посмотреть на людей, послушать шум моря. Ты права, когда я была в Египте, мы всегда с друзьями ходили в какой-то ресторан или кафе. Всегда было интересно попробовать местную кухню. Да, ты права. Я на море пробовала лангустов, креветок, мидий, рапанов. Но я даже попробовала лягушек. А это очень похоже на курицу. Да, что мы все обо мне, да обо мне. Расскажи, где ты была, что видела, как прошел твой отпуск. А это я расскажу уже в следующий раз. Давай! Лерочка, сколько лет, сколько зим. Я так рада тебя снова видеть. Ира, ты посвежала, отдохнула, светишься от счастья. А все дело в отпуске. Я же была в отпуске на море. Море, солнце, арбузы, медузы. А что, было много медуз? Ой, было по-разному. Сначала было очень холодное море. Погода была нелетная. Мы даже не могли нормально погреться на солнышке и покупаться. А как ты знаешь, когда холодное море, там что? Медузы. Да, так бывает на море. Но плюс большой в том, субтропического климата, что погода переменчивая. Да, с утра может быть холодно, а после обеда может быть совершенно жарко. А где ты жила? Забронировала гостиницу или снимала жилье участников? Ой, я думаю, участника снимать жилье очень опасно. Ты же не знаешь, кто это? А вдруг это Джек Потрошитель придет ночью и порежет своих посетителей? Я забронировала гостиницу и жила там со спокойной душой. Да ладно, ну ты и трусиха. Столько людей путешествует по заграницам и снимают жилье у частных лиц. Никто их на части не порезал. А вдруг кто знает? А что с питанием? Я заказала гостиницу с обедами. Я не брала завтраки и ужин, потому что я обычно завтракаю легко, ряженка или сырники, творог или молоко. А это все просто купить в магазине. А вечером я люблю красиво одеться, надеть новое платьице и выйти в ресторан, посидеть, посмотреть на людей, послушать шум моря. Ты права, когда я была в Египте, мы всегда с друзьями ходили в какой-то ресторан или кафе. Всегда было интересно попробовать местную кухню. Да, ты права. Я на море пробовала лангустов, креветок, мидий, рапанов. Но я даже попробовала лягушек. А это очень похоже на курицу. Да, что мы все обо мне да обо мне. Расскажи, где ты была, что видела, как прошел твой отпуск. А это я расскажу уже в следующий раз. Давай! Ну что, будь мог? Субтитры сделал DimaTorzok